Вы все знаете имя Льва Толстого, который был замечательным писателем и удивительно-удивительно примитивным мыслителем. Приходится просто поражаться. Дар слова есть. Мысль – поразительный примитивизм. Вот скажите, что бы вы сказали человеку о человеке, который бы сейчас стал бы редактировать какие-нибудь древние произведения? Что бы сказали? Взял и стал бы исправлять. Почему? Ну, что не пишет о каких-то богах, о каких-то чудовищах, всяких вещах? И стал бы исправлять, вычеркивать, а правильно – вот так. Ну, что бы вы сказали о таком человеке? Ну, человек рехнулся, наверное, правда? Лев Толстой взял в руки книгу, которой две тысячи лет, и стал черкать и вычеркивать. Он стал исправлять Евангелие. Почему же? Потому что он начитался, окажется, индуистских книг, индуизма, причём, в чём не сами книги, языка-то он же не знал, а эти переводы, трактаты различные, так и настолько увлёкся этим индуизмом, что стал, решил, что надо поредактировать, как следует Евангелие. Почему я говорю сейчас о нём? Так, в частности, он, вот имея такой ум, не способность писательской, а ум, сочинил, сочинил ничто иное, да, придумал идею непротивления злу насилием. Кстати, он увлёк какое-то, какое-то, непротивление злу насилием. Так, если мы не будем противиться злу насилием, представьте себе, во что превратится государство? Вот видите, вот бандиты, есть же люди, которые режут, колют, убивают и всё, что угодно делают, да, нельзя противиться злу насилием. Это что такое? Христианство призывает к борьбе со злом прежде всего в себе самом, в себе самом, а далее, когда речь идёт о государстве, об обществе, оно обязано бороться со злом, чтобы не давать ему распространяться на всех людей. Иначе не только этот какой-нибудь так негодяй, а это же, это он заразит и сколько угодно других людей, поэтому всегда во всех обществах, во всех государствах, в том числе во всех христианских всегда была борьба со злом, всегда было наказание. И в данном случае Христос этим показал, показал даже своим примером, как необходимо подчас применять даже жёсткие меры по отношению к тем, кто приступает к норме человеческой жизни. Противление злу насилием – это просто безобразная, глупейшая просто вещь, которую, если провести в реальности, то мир тут же будет уничтожен. Все перережут, перебьют друг друга. Представьте, дать свободу злу – вот идея-то! Не противление злу силе – дайте свободу! По что превратится любой народ и любое общество? Так вот, то, что сделал Христос в храме, и тем самым он всё-таки показал, что это был единственный, кстати, случай, единственный. И, видимо, он явился только примером того, что в жизни нашей человеческой, конечно, могут происходить такие явления, когда необходимо применить общество как таковое, должно применить силу борьбы с чем? Со злом, чтобы оно не стало той заразной болезнью, которая уничтожит всех. Продолжение следует...